Это окно мансарды. Я желаю вам теплой осени, удивительно светлых дней и прозрачного неба просени, тишины золотых аллей. Я желаю осенней мудрости, с легким сердцем грехи прощать и желание делать глупости, чтобы было что вспоминать. Я желаю волшебной осени, удивительно теплых дней. Пусть исполнится все, что просите и отыщется поскорей. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Мы находимся сейчас в моей светелке на втором этаже. У меня здесь огромные окна, почти от пола до потолка. И я смотрю на природу. Наступила осень. И я хочу вас познакомить с какими-то вещами, которые у меня здесь есть в моей светелке. Вот такую прелестную вазу с кружевами, с розой. Это ваза. У меня стоят в ней цветы. Но это я сделала сама из банки чипсов. Вот такая вот винтажная вещь. Ну и еще я вам хочу показать вот такое зеркало. посмотрите. Но покрытое вообще-то потом серебром. Толстый слой был серебра, но зеркало уже довольно-таки старое. И по углам, сейчас мы посмотрим, вот здесь вот уберем. Вот видите, здесь такие цветы, какие-то вот металлические. По углам, по всем углам. И здесь по углам. Вот. Такие металлические цветы. Ну и вот серебро уже сошло. Ну, а вот зеркало я храню. Как память. Потому что в них отражались женщины всей нашей семьи. И моя прабабушка, и бабушка, и мама. И оно хранит память. И оно хранит о них память. Дорогие мои друзья, я хочу поздравить вас с первым днём осени. Ну, я иду по саду, вдыхаю полной грудью чистый воздух, любуюсь ещё пока зелёными листьями и цветами. И, как это принято, когда что-то заканчивается, а что-то начинается новое, подвожу итоги прошедшего лета. И вспоминаю. Вспоминаю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мне соседка принесла лисички. Она ходила в лес. И сегодня я их буду готовить. Ну, первое, что я сделаю, конечно, помою их. Особо их чистить не надо. Ну, червивыми они не бывают, как правило. Но мыть надо обязательно. Так что первое, что я делаю, это блюдо мне понадобится сметана, сливочное масло, лук, чеснок. Ну, и перец, соль по вкусу буду добавлять потом. Ну, и так, первое, что я делаю, я на сковородке жарю на сливочном масле лук и чеснок. Затем режу на мелкие части. Да, мою сначала лисички, как я уже сказала, режу на мелкие части. И на сковородке обжариваю в сливочном масле до тех пор, пока жидкость почти вся не испарится. Затем я туда добавляю лук и чеснок обжаренные, половину сметаны, приготовленную для этого блюда, по вкусу перчу солю. И затем, когда они обжарятся 5-6 минут, то я уже их добавляю оставшуюся сметану, запекаю в духовке примерно где-то в течение 10-15 минут. Итак, я приглашаю вас дальше. Давайте посмотрим, что же у меня получено. Вот уже. Добавила я сюда Добавила сюда лучку, посолила. Сейчас буду добавлять сметану. Добавила сметану. И сейчас буду буквально 6 минут сейчас нагреется. Буквально 5-6 минут и в духовку отправлю. Ну вот, такая вкуснотень получилась. Просто прелесть. Теперь будем кушать. Длинненький такой. Длинненький, узенький. Я брала, я даже не спрашивала, какие. Мне как интересно. Не посмотрела. А вон там тоже. Кабачик. Но он небольшой еще. Может он подрастет. Он еще не растет. А вон какой прям с зигзагом. Ой, давайте подойдем сейчас к нему. Вот отсюда. Ой, с зигзагом. Зигзагом, да. Огромный, желтый. А вот еще, смотрите. Кабачков полно. Надо снимать уже. Ну вот здесь я сняла. Вот кабачки, я хочу сказать, я их люблю. Благодарные. Потому что они у меня растут. Не поливаешь, не ухаживаешь, ничего. Воткнул и все. И в этом году даже не поливал ни разу. И они вот, пожалуйста, и будут еще все лето и осень. Да. А вот там какие. Огромные. Прям как телята. Как телята. Сейчас посмотрим, какие у меня кабачки. И что-то выберем. Вот. Здесь маленькие. Вот с той стороны. Какие огромные. Нет, ну с этой тоже хороши. Смотрите. Вот. Сейчас мы выберем. Да. Сейчас мы выберем нажировку. Ой, ну вот эти вообще переросли уже. Огромные. Да, да, да. И вон еще там, да, надо их. Да, надо там. Да, да, да. Пойдемте там еще. Я не сделала, да? Да. Полная это самая замечательная. Огромная корзина кабачков. Давайте я вас с ней сфотографирую. Садитесь. Я, видишь, в таком тем более костюме. Вот рядом садитесь, рядом с корзиной. Да, вы сегодня хорошо выглядите. Прям по-летнему. Завтра будет 26 опять. Замечательно. Да. Вот такие кабачки. Выращивает Машенька. Да. Вот этот маленький, но он хороший. Все равно. А самое интересное, это вот этот такой большой, да, весь изгибается. Сгибали орехи. Да. В лесу. Вы с орехами уже. А вы сегодня в лесу были? Я была в лесу, собрала черники, малины. А что, черника еще есть? Еще немножко есть. О. И нашла два огромных белых гриба. Вот таких. В лесу? В лесу. А все говорят нету. В середине черники. Причем оба целеньких, без черлей. Ну вот видите, а говорят все нету. Кабачки с курочкой. Ой, все-таки хорошо, что мне вот этот шкаф подарил, да, духовку такую. Да. Сын. Великолепно. Да, да, да. Это замечательно. И главное, и духовка, и тут же можно пожарить. И пожарить, да, да. Все в одном месте. Все в одном месте очень удобно. Сегодня собрала огурчики. Но они у меня растут в открытом грунте. Поэтому я считаю замечательно. Лето продолжает. Гости, дорогие, разбирайте, разбирайте, Натя. Разбирайте, разбирайте. Разбирайте, мои гости. И вот мой завтрак. На рынке купила творожок. Сделала его со своей малинкой протертой. Ой, как хорошо, что лето. Господи, как же хорошо, что лето. Что лето. Как же хорошо. Сушу мяту в бане. Да. И видите, они, потому что и крупные такие. Вот эти вот. И их много так. И будет еще. Они только-только начали свести здесь сплошные бутоны. Еще сколько именит. Ох, 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 ох. Да, будет весь август. Напоминает нам о том, что время движется. Скоро-скоро осень. Да. Но пока еще лето. Но пока еще цветут ромашки. Пока еще лето. А ты эту вазу лежачую снимала когда-нибудь? Ну да, у нас с прудиком же там прудиком. Я не знаю, живая сидит или не сидит. Но если там палочка эта, то она может двинуться. Но я ее не беспокою, как правило. Ну хотите, побеспокою. Вообще-то они там живут, две штучки. А, вот вижу. По-моему, глаза. Нет? Нет. Нет. Я не вижу. О, прогнула. Видите? Сразу нырнула. Прыгнула, да. Вот они здесь две живут. Пусть живут. Пошли. Не будем их беспокоить. Да, я ее заварила. Это мята. Они вместе с мятой. Ой, какая крепкая. Да. Клематис у тебя роскошный. Клематис, да. Такой бордовенький, такой хорошенький. Ну вот это в этом году он просто вообще порадовал. Порадовал. Вон Андрей поехал. Вот это вот красно сочетается. Просто вообще такой мне нравится. А вот садовые ромашки. Ну, прям как солнце. Вот это вот капуста декоративная у меня. С настурцией. Настурция мне очень нравится. Очень люблю. Во-первых, я люблю очень георгены веселые ребята. Вот они у меня здесь. Их много. Это георгены веселые ребята. Бархатцы люблю. Но они начинают цвести, но еще не дают. Ну вот они, вот эти цветут. А те еще, да, да, да. Начинают, а потом будет. А вот это вот ипомия батат. Но я что-то в ней разочарован, она не растет. Я ее пересаживаю. Я ее немножко задавила. Я ее немножко задавила. Она с Турцией, конечно. Потрясающая. Яркая. Яркая, красивая. Сыщая. И вот бархатцы. Такие разные образы. Бархатцы, это помните, мы с вами делали? Да. Их были хорошие. Вот и вот моя клубочка.